У нас сегодня замечательный гость. Это я обращаюсь к слушателям Школы Здравого Смысла. Ну, помимо того, что она просто вот такая красавица, очень хороший человек на самом деле. Я хочу его представить всем нашим слушателям. Кристина человек высокодуховный. Мы с Кристиной Станиславовной познакомились, скажем так, во время учебного процесса в Институте русской политической культуры, куда, в общем-то, она поступила, то есть Кристина поступила, благодаря хорошему знанию священной книги, Евангелия в частности, то есть сдав личный экзамен ректору на знание Евангелия, в общем-то, ее на совершенно такой вот, ну, бесплатной, неоплатной основе ее приняли в это институт. Вот у меня был, я имел счастье общаться с Кристиной во время занятий, она мне всегда задавала очень правильные, скажем так, вопросы, и побуждала меня, в том числе, к расширению своих собственных знаний относительно писания и всего прочего. Но в конце, скажем так, в рамках курсовой работы, которую Кристина писала, она пришла к потрясающим совершенно выводам, о которых, ну, во-первых, к выводам касательно вот этой знаменитой пирамиды Маслова, на которой очень все зациклились, а Кристина сумела в ней выделить какие-то абсолютно удивительные вещи, на которые я, честно говоря, даже сам не обращал внимания. Это первое. А второе, нам Кристина еще расскажет о том замечательном подвиге наших людей, русских людей, которые, несмотря на голод, на страдания и на прочие, значит, испытания, могли до конца исполнить свой долг. Вот, Кристина, я вас как мог представить. Итак, метельник Кристина Станиславовна у нас сегодня в эфире. Кристина, дорогая, здравствуйте. Рад вас видеть на канале. И я предоставляю вам слово. Пожалуйста. Спасибо, Александр Горунич. Здравствуйте, зрители. Начнем. Как мы знаем, в 1954 году психолог Абрахам Маслоу провел исследование факторов мотивации и создал список потребностей и желаний человека, которые они стремятся удовлетворить. Список потребностей Маслоу информативен, но он допустил ошибку, назвав его иерархией. Маслоу представлял себе иерархию в виде лестницы, по которой ступенька за ступенькой нужно подниматься вверх. То есть вы не можете удовлетворить свою потребность в уважении до тех пор, пока не удовлетворите свою потребность в безопасности. Или вы не удовлетворите свои эстетические потребности до тех пор, пока не удовлетворите физические потребности. Таким образом, в мире Маслоу не существовало голодающих художников. Последующие исследования показывают, что иерархический аспект теории Маслоу несостоятельен, потому что люди удовлетворяют свои потребности одновременно. Нет сомнений, что голодные скорее поедят, чем станут философствовать. Но если не впадать в крайности, то всё может быть иначе. Личный интерес – это ещё не всё, если мы его определяем в узком смысле, в значении безопасности или благосостояния. Если бы этим всё ограничивалось, то никто не служил бы в вооружённых силах. Следовательно, верхушка пирамиды Маслоу, восьмая ступень, потребность в трансцедентности. Это желание существовать вечно, вне рамок времени. Например, помогать другим людям в реализации их потенциала. Давайте рассмотрим пример верхушки пирамиды Маслоу. Великий потомственный мозаичист Владимир Александрович Пролов. Он сделал мозаичные панно для трёх станций столичного метро – Маяковской, Автозаводской и Новокузнецкой. Последнюю работу он заканчивал в блокадном Ленинграде, и она в буквальном смысле стоила ему жизни. На экране панно станции метро «Автозаводская». Они показывают подвиг столовиков во время войны. Всё для фронта, всё для победы. Через образы столовиков показан путь к победе. Это мозаика с девушкой, которая стоит со сногом пшеницы, лучшая для фронта. На заднем плане моряк за штурвалом корабля, для которого и собрана эта лучшая пшеница. Через образы столовиков показан путь к победе, которые всей страной, единым фронтом ковали великую победу. Это мозаика станции метро «Новокузнецкая». Называется «Машиностроение Донбасса». Изначально она создавалась для станции метро «Донбасса», которая ныне называется «Повелецкая». Основной посыл автора «Донбасс» – всесоюзная кочегарка. Изображенный образ вызывает чувство красоты молодых рабочих. Все смотрят вверх. Сквозь стекло показано синее небо. Это тоже мозаика станции метро «Новокузнецкая». Такое же синее небо. Слева мозаика называется «Садоводы». Справа – авиаторы. Светлые образы вызывают чувство изобилия, сытости, красоты, молодости, здоровья. А теперь представьте условия работы в блокадном городе. Холодной осенью 1941 года, поздней осенью, в Академии художеств остался один Владимир Александрович. Окна были выбиты бомбежками и заколочены фанерой. Но Владимир Александрович знал, какой оттенок хранится под каким номером, и поэтому он мог работать вслепую. Фролов складывал из кусочки смальты жизнерадостные картины, светлые, цветные. Это панно станции метро «Маяковская». А потом он отправлял их по дороге жизни в Москву. За три дня до смерти он сумел отправить это панно, это станция метро «Новокузнецкая», парад физкультурников. Посмотрите, какое оно жизнерадостное. А ведь Фролов собирал его уже полуобмороженными руками. Дело шло медленно, но мастер очень торопился, ведь нужно успеть к сроку. Он отправил его за три дня до смерти, а потом автора такого великого не стало. Возвращаясь к пирамиде Маслову, Владимир Александрович понимал, что раскладка кусочков смальты по номерам – это работа, а поднятие духа – это миссия. И для того, чтобы поднять дух, нужны творчество, эксперименты, мастерство. Для того, чтобы создать мозаику, нужны опытные руки. Таким образом, Владимир Александрович затрагивает забытые категории масло, а именно потребность в эстетике в военное время и трансцендентность. Переосмыслив свою миссию, он вдохновляет людей своими работами и по сей день. Я считаю, что о таких людях нужно снимать кино. Спасибо. Спасибо большое, Кристина. Давайте закроем презентацию. Да. Вот, отлично. Мы ее закрыли, теперь мы с вами можем немножко побеседовать. Я еще раз хочу слушателям сказать, в чем ошибка Масла. Ошибка Масла заключается в том, что он как-то исключил из этого процесса, исходя из его иерархии, страждущих, скажем так, голодных, ищущих, и в конечном итоге, в какой-то степени, опроверг даже то, что привело Христа к тому подвижничеству и подвигу. То есть, здесь вот 40 дней проведенных Христос в пустыне, если даже мы вспомним чистое евангелистическое, да, вот это вот сказание, то по Маслу, вообще-то, он на высшей степени духовности не мог подняться, ему на них можно было подняться, только после того, как он поддался, значит, там, увечеванием, значит, сатаны, вот про хлеба, помните там, да, то есть вот, то есть он должен был сначала, грубо говоря, наесться, потом обеспечить свою безопасность, только после этого он мог, значит, как-то воспарить духом там и вознестись к Богу, что реальная жизнь, на самом деле, она опровергает, и жизнь наших подвижников, жизнь наших героев, она, в общем-то, как раз-таки говорит об обратном. Я на это не обращал, но еще раз говорю, что вот все мы как-то заворожены, это вот пирамиды Маслова, ее преподают везде, везде показывают, говорят, что это величайшее там какое-то достижение, вот как все правильно, значит, Маслова определил, а вот Кристина заметила, то еще другие, как говорится, не заметили. Конечно, удивительная совершенно судьба замечательного, потрясающего человека, который вот до конца своей жизни уже, умирая, скажем так, от голоса, создавал эти великолепные, совершенно жизнерадостные, высокодуховные, значит, полотна. Вот мы ходим в метро по московскому и не смотрим. Вот я не видел до того, как Кристина не обратила мое внимание, хотя постоянно езжу. Вот сегодня специально поеду на Новокузнецкую, чтобы это все, скажем так, вот посмотреть, да. Кристина, спасибо вам огромное. Нам бы хотелось, чтобы вы не ограничивались только вот этим вот вашим докладом, а принимали участие в наших эфирах. Вот, и поэтому я вам говорю не просто там спасибо, там все прочее, а вам говорю до скорой встречи. Всего вам доброго. До свидания.